На сухой ветке ворон сидит одинокий. Грустная осень. Боец на конвасе дерется отважно. Жаль после гонга и с рэпом. Привет порхающие тюлени. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на самые непредсказуемые и невероятные реакции бойцов после нокаута. Для кого-то это будет смешным, а для кого-то трагичным. Но каждый из вас должен подписаться на канал, чтобы такого не случилось с вами. Беда одна не ходит, а в бою можно побывать и в нокауте, и в удушающем. Но для этого нужно быть особо не фартовым бойцом. Прямо как Лятифа в своем поединке против Капета, который отправил его в нокаут парочкой отличных ударов в самом начале боя. Но парень, конечно, решил не сдаваться и, будучи телом в бою, осознанием в стране розовых единорогов, напал на рэпа, который оказался отличным грэпплером и придушил парящего в листьях сирени бойца. Вот так пацан попал в историю, умудрившись упасть в нокаут от ударов и от удушающего. Великие дела делаются не за один день, а для победы нужно трудиться не один год. Но бойцы, которые трудились десятки лет, отказываются верить в свое поражение. В этом поединке Хатеп отправил в нокаут Куведо отличным панчем, но тот категорически отказывался в это поверить и, оказавшись под канатами, просто встал и пошел праздновать победу в зал. Даже когда его развернули и отправили в ринг, он также поднял руки, будучи уверенным в своей победе. Хорошо, что рефери сразу сообразил, что это за вакханалия и остановил бой. Муравью голову мечом не рубят, а на рефери парочку приемов можно испытать. После сокрушительных ударов Джозеф Нем улетел в нокаут, но рефери полетел за ним, спасти его сознание и помочь встать, даже не подозревая, насколько это опасно. Нем, придя в себя на пару секунд, решил, что это его шанс на победу и провел рефери отличный удушающий. Только благодаря подоспевшим секундантам, бедному рефу удалось уйти от смерти. Благодарность нужно помнить дольше, чем обиду, но у бойцов обычно наоборот. Обижаются на рефов вместо того, чтобы поблагодарить за сохраненное здоровье. В этом боксерском поединке боец в синих перчатках отгреб такие жесткие удары, что улетев в нокаут, отчаянно хотел вернуться в бой, но все его попытки напоминали корову на льду. Рефери, конечно, бой остановил и правильно сделал, но боец на него очень обиделся и высказал немало претензий, вместо того, чтобы сказать спасибо. Бесполезнее, чем включать фонарь днем, можно только показывать свое мастерство бойца после остановки боя, да еще и с тем, кто тебя спас. В этом феноменальном бою боец в синих шортах получил очень жесткий удар коленом, который точно выбил его сознание из тела. Рефери Малачага и разобрался в ситуации, не дав добивать и убивать бойца, но тот, даже стоя, уже был в глубоком нокауте и не понимал, что происходит, поэтому решил не сдаваться и бой продолжать до конца, даже если его противником будет рэп. Хорошо, что вместе с сознанием у мужика ушли все силы и серьезных ударов он не делал. Бездельник болтлив и трудится словами, но для бойца это не вариант, поэтому приходится пахать на тренировке, чтобы не улетать в нокаут от хайкика, как это сделал Гуреро от разящей ноги коньярте. Но пацан так был заряжен на победу, что решил побороть хотя бы рефери. Но и тут бедолагу ждала неудача, ведь реф оказался еще тем борцухой и четко убрал ноги. Рядом с умным и тупые читать умеют, а рядом с бойцами и рефери придется драться. В этом поединке по кикбоксингу боец в синих перчатках провел отличную комбинацию, отправил противника в нокдаун. По крайней мере так казалось, потому что он сразу встал и показал всем видом, что готов продолжать. И даже продолжил, только вот в противнике выбрал рефери, выбросив ему парочку отличных ударов левой. Беда не приходит одна, а всегда берет с собой либо удар, либо треугольник, всю жесть которого испытал на себе Нейланд, оказавшись в роли косули, обвитой анакондой. Красавчик рефери не дал бойцу полностью отключиться и улететь в гости к Морфею. Но пацан реально потерялся и продолжал на рефлексах делать уклоны, пока реф не вернул его в настоящее. Иногда беда превращается в счастье, а иногда хрен поймешь этих бойцов. То ли они прикалываются, то ли настолько отбитые, что уже сами не понимают, что творят. В этом феноменальном поединке боец в красных перчатках улетел в жесткий нокаут и сразу отключился. По крайней мере так подумали все, включая рефери. Но через пару секунд мужик резко встал и все выдохнули с облегчением, подумав, что он просто отдохнул и решил продолжать. Но чувак опять сразу упал. Рефери, шокированный таким поведением, сразу остановил бой. Но не успел он наклониться к бойцу, как тот снова подпрыгнул, как будто все это какой-то прикол над рефом. А самое интересное то, что он начал возмущаться в такой несправедливой остановке боя и обиженным галопом побежал к канатам, пытаясь их перепрыгнуть. Но и тут на свою беду, сделав сальто через канаты, улетел в нокаут уже наверняка. Что это было, так никто и не понял. Но пацану в старости явно будет не до тренировок. Безобыкновенных людей не бывает великих, а без поражений больших побед. В этом поединке боец улетел в нокаут от серии ударов и реф вовремя остановил поединок. Но оказалось не совсем, так как видать прилетело пацану не кисло. После остановки боя он сразу поднялся и бросился в атаку. Вот только в противнике он выбрал как раз таки рефери, который его спас. И пару раз ударил ему в голову. Хорошо, что боец был мелкий, а рефери мощный. И даже не почувствовал этих ударов. Быстро утихомирив бойца. Как слой макияжа скрывает отсутствие красоты, так и нокаут раскрывает все таланты бойца. Ведь боксировать без сознания может только настоящий профи. В этом боксерском поединке Пэдвей отправил Брауна в глубокий нокаут. Но сила воли бойца отказывалась принять поражение. И он продолжил боксировать с тенью в горизонтальном положении. Но именно благодаря этому его запомнил весь мир, назвав охотником за привидениями. Бесполезнее, чем писать цифры на воде, может быть только драка после гонка. Да еще и с рефери вместо противника. В этом феноменальном бою Аскалила, улетевший в нокаут с первого же удара, решил, что так просто он в историю не войдет. И решил дополнить свой подвиг самого быстрого проигравшего бойца нападением на рефери, которого пришлось спасать парочке мужиков. Лучше бы он так боролся с противником, но не всегда получается так, как хочется. Березонтик раньше, чем промокнешь, а дерись до того, как тебя отправят в нокаут. Но так получается не всегда. В этом бою боец отправился в параллельную реальность после парочки хороших ударов. Рефери это понял и бой остановил. Но вместо благодарности от лежащего на конвасе бойца, получил отличный проход в ноги с переводом в партер и полный маунт. Видать, у пацана тело жаждало победы, а сознание так и осталось в параллельной реальности. Больные одной болезнью лучшие друзья, а бойцы, которые не победили противника, хотят победить хоть кого-то, даже если это будет ринг. После отличного бокового боец в черных шортах явно поплыл, и рефери сразу на это среагировал, в отличие от соперника, который решил сделать абсолютно лишнее добивание в прыжке. Но даже в нокауте пацан не сдался и вывалил всю свою злость и умение на канаты ринга, хорошенько их обработал. Несмотря на то, что барсуки из одной норы, они все равно дерутся за кусок сала. А все бойцы, хоть и из одной профессии, все равно хотят друг друга отправить в нокаут. Но не каждый из них готов сдаться после отключки. Соло Хэтли, улетевший в нокаут от Линго, отказывался поверить в свое поражение и продолжал драться. Даже несмотря на то, что в его объятиях оказался рефери, который, кстати, применил отличную защиту. Без предмета нет тени, а без горечи поражений, радости, побед. Но это не точно. Джейсон Хай, побывав в полной отключке, придя в себя, решил, что все только началось. И зашел в жесткий клинч с феноменальным коленом. Но вот на его беду был маленький нюанс. Всю эту феерию он проделал с рефери, который его спас. Хорошо, что боец не начал работать локтями и быстро пришел в себя. Иногда работа рефери слишком опасна. И он должен быть еще и отличным бойцом. Ну или хотя бы получать гонорары бойца. В этом поединке по ММА боец отправил противника в нокаут. Но чтобы не допустить более серьезных травм, реф бросился между бойцами, останавливая бой. Вот только будучи в состоянии прострации, лежащий на конвасе боец не совсем понял ситуацию. И схватил такую легкую и манящую ногу на болевой. Чтобы спасти рефа, в ринг пришлось бежать целой банде помощников. Но самое обидное, что боец-победитель даже не пытался спасти судью. Еще и что-то выкрикивая, глядя на эту потасовку. Свинья чем больше, тем жирнее. А боец чем больше, тем сильнее. В этом мега поединке, который Хэк закончил на первых секундах классным ударом, отправив босса в нокаут, последнее слово за собой все равно решил оставить проигравший боец. А как это лучше всего сделать? Правильно! И сбив рэфери, который бой остановил. Не соображая где он и что делает, подсознательно боец жаждал победы и решил хорошенько оторваться на рефери, которого выбрал соперники. Только целая банда секундантов смогла утихомирить этого тяжа, пока он не угробил своего спасителя. Пишите в комменты, пытались ли ваши соперники лезть в драку после нокаута или вы рубите наглухо всех противников, как пельмени в чебуречной, не оставляя им ни малейшего шанса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. А если вы хотите узнать самые мощные приемы, которые сразу сделают вас чемпионами UFC, подписывайтесь на мой второй канал Грандмастера в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok